И всем привет! Я знаю, что уже очень давно не было видео на моем канале, но зато у нас теперь будет два интересных обзора. Вот это один из них. По названию я могла что-то понять. То есть это будет снова обзор гаджетов. И да, я понимаю, что видео уже не было очень давно, извините. Я просто, наверное, приезжал, и до этого у меня не было где снимать, не было нормального освещения. Но сейчас это все есть, и я уже могу снимать. А также еще в телеграме, ну то есть в описании будет ссылка на мой телеграм, где я наблюдаю всю новость. Я тоже там не выкладывал, но теперь я снова был. Так, давайте начнем с того, что все же я буду делать обзор на компьютер, значение на ноутбук. И сейчас я вам все покажу и расскажу. Начинаем. Так, и вот сам ноутбук. Я вам его еще сейчас покажу. Сразу я говорю, это не распаковка. Я им уже напользовался два месяца. Да, я просто не мог на него снять обзор. И так что, учитывая все это, это не совсем распаковка, это просто обзор. Это что, вы можете видеть на креологии стикеры. И это Lenovo IdeaPad 3 с версией 256 гигабайт. И на AMD Ryzen 3 серии 5000, то есть на последний. Сейчас я открою характеристики данного ноутбука и мы продолжим. Пока я открываю, я сразу скажу, подписывайтесь обязательно. Ну, потому что у меня уже есть, ну, конечно, 100 подписчиков. Я знаю, что я на новом видео не выпускал, но давайте продолжим. Я буду снимать, а вы на новом видео не будете подписываться. Ну, и давайте сейчас же я посмотрю на характеристики и вам их расскажу. Итак, вот я открыл на характеристики. Тут же вот это я сейчас смотрю на самое оригинальное. Но это у меня они чуть-чуть отличаются. И сейчас я вам сейчас скажу, дисплей написано на 15.6, но лично у меня их 14. И фотография явно не такая, ну, потому что у меня нету кнопок с цифрами. Ну, ладно, давайте еще посмотрим поподробнее. Так, ага, ну, тут есть звук, звуковой адаптер. Например, height, definition, HD audio, dolby audio и потом еще что. Разрешение 1920 на 1080. Тип матрицы TN, яркость 220 нит, соотношение со сторон 16.9. Микрофон есть. Поддержка карт памяти SD, MMS, CDXC. Это вообще какие-то непонятные. Разрешение веб-камеры на 3 мегаписеля. Версия Bluetooth 5.0. На количество динамиков у нас 2. На безопасность есть. И процессор. Ну, конечно, у меня другой, который здесь указан. Поэтому разъем для леномшения микрофона есть. USB, это я потом отдельно использую. Оперативная память 8 гигабайт. Апгрейд оперативной памяти невозможен. Цифровая панель, у меня ее нет. Вообще она есть. Тип видеокарта встроенная, но вроде бы у меня ее вообще нет. Ultra GTM graphics, это что-то не то. Время работы до 14 часов, блок питания 45 Вт, емкость 35 Вт-Ч, это не знаю, на самом деле, что это. Накопитель SSD, тип объем, у меня 256, но на самом деле для ноутбука на Windows это все равно мало. Материал на пластике, корпус серый. Вес 1,7 на килограмм, то есть он из-за того, что из пластико, он легкий, оптический привод, тип привода отсутствует. Срок гарантии для нас не есть. Ну вот, все характеристики, в принципе, я вам на большинство лоуно прочитал. Но этот ноутбук, в принципе, я бы сразу скажу, что, наверное, минусов у него только два. Сейчас я вам его покажу. Так, и вот, если что, по дизайну сразу... Ой, извините. Сразу, наверное, видно, что это, я знаю, не самый красивый ноутбук. Это, в принципе, можно сказать, один из минусов, но, в принципе, тут особо... Ну, какая-то ноутбук расстояние и не нужна. Снизу у нас есть мягкие, так сказать, чтобы но компьютер не царапался. QR-коды и названия на разных языках. Потом, если мы посмотрим в ту дырочку, которая вот тут есть, мы можем увидеть какие-то микросхемы, какую-то смягчительную, как губку, вентилятор, который, на самом деле, фу, там уже в пыли. Не знаю, так, не очень. Так, ну, может быть, и получше, я не знаю. На вентиляторе он там уже очень быстро, но как-то оказался в пыли, что, мне кажется, не очень. И, в принципе, в микросхемах, там, и платах я не разбираюсь. Поэтому вот тут эти два динамика находятся. И, в принципе, всё. Я больше ничего сказать не могу. Так, давайте же его откроем. Так, и вот у нас там, ну, сразу уже можно увидеть красивую фотографию на мониторе. Сразу поставим, что она мне нравится. Итак, разберём на клавиатуру. Я сделал, я сделал, на неё уже купил наклейки, но вы можете видеть, на красного цвета. Потом можно отключить микрофон с помощью... Давайте сначала его включим. Так, всё. Да, да. Именно так. Есть кнопка включения микрофона. Вот мы можем увидеть. Это все на клавише F. Я вам всех покажу. Потом сразу есть такая удобная кнопка, чтобы на монитор на поставить. Потом у нас есть авиарежим. Кнопка на настройки. Да, она вот их открывает сразу. И почему я такой, на пальцем. Значит, скрина тут, если что, нет. Заблокировать F10 и сюда не нажимал. И тут открытый на программе калькулятор. Можно открыть кнопкой F12. Потом insert, print screen и delete. Дальше всё как обычное. Тут там, левый alt, правый alt, control, их два. В общем, капсулок. Всё как обычное. Обычная клавиатура. Дальше. Вот. Видеокарты. Тут вроде бы нету. Либо удачно. Удано и на модели. Вот вы можете тут всё посмотреть. Эти наклеечки. Итак, давайте посмотрим, что Lenovo говорит о своём ноутбуке. что в нём такого есть, ничего нет обычно. Это у нас экран, который на можно смотреть со всех углов. Ну, не со всех, но, в общем, очень удобно. Будет нормально. Потом камера, которую на можно закрыть. Вот красная эта, но закрыта. Вот эта закрыта. И третье. Это режим, которого есть вот именно в этом ноутбуке. Если я нажму FM и Q, вот это типа игровой режим. Потом, чтобы он не грелся. И третий. Это эконом на батарее, в котором я обычно в принципе и сижу. И, в общем, это всё. Дальше у нас всё будет в мониторе самом. Он, в общем, этот, ну, компьютером, в принципе, ну, вообще, ну, подходит для всего. Для игр, для школы, для работы, там, для остальной учёбы. И вообще, ну, просто, мне кажется, идеальный вариант за свою цену. Как-то, ну, даже очень всё равно на хорошее. Минус у него, ну, для кого-то, не для меня, ну, в том, ну, как он выглядит. Ещё, вот, ну, получается, он открывается, и он прям, если вы будете сидеть, то прям в ноги. И потом, он доработал следы, это минус, и память. В принципе, всё остальное в нём хорошее, даже очень. Так. Сделаем его максимально ярким. Цвет, мне кажется, будет даже мешать. Так. Ну, давайте уже посмотрим, что в нём ещё такого есть. И сейчас вот я его включил. Нажмём на Windows пуск, и тут, ну, в принципе, на всё, как обычно, MacFace, настройки, на PowerPoint, и такие штучки. Ещё сейчас я его подключу в розетку, потому что в видео я даже запущу некоторые вещи, на которые можно подумать без, на компьютер без, на видеокарты и не потянет, но не в этом случае. Итак, ну, тут, в принципе, всё как обычно. И давайте допустим вот все приложения, что у меня тут есть. Да, вот наш аудио, я его не запускал, можно настроить. Давайте написаем под музыку. Или, ну, в принципе, сейчас не будем это делать. Дальше есть камера, что, в принципе, ну, как бы в последнее время компьютеров и часто, но не каждый раз, в принципе, я бы так сказал. может сканировать QR-код, написано правда на бар-код, но фотографии, в принципе, да, качество, мне кажется, даже на видео, видно, что не очень я там какой-то именно вы через видео видите, что я на какой-то красный, но на самом деле это просто так передаёт, но когда одно устройство снимает экран другого. и видео ещё можно записывать и всё. Потом давайте посмотрим уже дальше. Ну, тут я что-то скачал, что-то я запущу. Так, надо бы отключать звук, когда я буду снимать видео. Да. Всё, вот отлично вот эта клавиша максимально удобная, выключает звук. Жалко, что на устройствах типа на телефонах такого нету, хотя на айфоне вроде бы такое было. Ну, так, ладно, давайте что-то сначала зайдём в настройки, потом что-то позапускаем, начиная с лёгкого и максимально сложного. так, тут очень много в принципе настроек, я просто сейчас всех пролистаю, возможно, вы можете так, я скажу, вот, знаете, настройка есть такая полезная функция, вот, заходите в уведомления, просто ставим не беспокоить, вот это всё. персонализация, это потом, интернет, направо вам показывать не буду, тут есть, самая первая тема тут стояла вот такая-то, вот именно от Ленова, я себе напоменял, можете посмотреть, таскбар и так далее, приложения, аккаунты, тут в принципе ничего, потом гейминг, да, эксплуат геймбар и всё остальное здесь есть, вот это, и Windows Update, о, ну, ладно, но попозже сделаем, так, ну давайте я возьму мышку, всё же это будет гораздо удобнее, чтобы что-то делать, так, всё, я получила мышку, как вы, вы можете видеть, вот мои руки, вот, то есть, да, теперь попробуем что-то позапускать, ну давайте начнём с самого лёгкого, сейчас подвинем поближе, чтобы что с моей на подставке, что с ней не так, я не понимаю, что с ней не так, подвинем, так, с ней что-то не так, так, в принципе, она будет видно так, сбоку, и никогда не советую покупать на подставке осьминоги, то есть, потому что вот они вот так падают, так, это мы делаем вот так, даже не знаю, но как вам поставить так, чтобы я мог что-то делать, думаю, вот так может вроде бы так, нормально, но попробуем так, я просто хочу показывать именно вот с такого ракурса, давайте допустим что-то самое легкое, допустим, запустим вот майнкрафт, майнкрафт, он сразу спокойно подтянет, это бета-версия на 90 минут, но потому что есть такая нелогика, что если у вас на майнкрафт для андроид, то вы его не можете использовать на виндовсе, это фактически как разные майнкрафты, что как бы не особо хорошо, стоп, хэллоуин? нет? ага, ну какое-то мини-обновление, но прикольно, ну как он хэллоуин в принципе сделал, создать новый, вообще ничего не буду настраивать, то есть ну это можно сразу заметьте, он спокойно себе запускается, ничего, вот все, я запустил вообще ничего, вообще ничего не глючит, то есть да, дальность прорисовки это просто у меня стоит низкая, я мог на посаде высокую, и спокойно вот все работает земля, потом ее поставить можно, потом вот тут конь, допустим, допустим, вот так, так, ну да, вот я плаваю, ну в общем, в принципе, здесь работает спокойно, то есть вот еще давайте сейчас допустим интернет и допустим вот youtube youtube спокойно работает, но в основном это еще зависит от интернета, поэтому как бы да, это видео на youtube мое это я не играю вот мои руки пожалуйста в общем youtube в принципе работает спокойно давайте же попробуем на посаде разное качество это сейчас стоит ну конечно я снимал не в лучшем вот интересно есть выше ну вот есть hd 48 fps и 1080p и давайте найдем какой-то 4k нет давайте даже 8k я забыл переключить язык 8k 60 fps вот в принципе вот 1,2 на миллион это популярное видео давайте начнем с самого маленького качества вот в принципе наша птица давайте начнем со 144p да оно было качество плохое но все спокойно работает чего и следовало ожидать очень плавно потом это повыше 240p 360p спокойно 480p уже ну хотя бы на может на оно ничего не тормозит пока что вот начнем 1044 нет 1440p пи 60fps HD теперь ставим 4k 60fps интернет грузится но саму спокойно его тянет что как бы вообще стоп это либо у меня такой хороший интернет либо и вправду оно спокойно тянет 4k я даже не проверял так и 8k да оно сейчас грузится и будет нагрузиться долго интересно ну загрузится загрузился достаточно быстро да можно увидеть что все очень сильно тормозит но вероятнее это дело даже в интернете но само видео да слегка тормозит есть такое но в принципе меня удивило что даже ну вот в принципе мне кажется дело что интернет просто не не прогружает такое потому что как бы у меня даже дело что оно запустило ну ладно давайте ну просто вот ну давайте узнаем допустим вот lego.com и захотел открыть вот все спокойно открыл мой профиль тут все есть допустим вот не знаю хочу посмотреть вот это на переводчик если что так ферма какая-то и все такое ну в общем можно сказать на все как обычно еще очень удобный в принципе слайд это чтобы не нажимать на кнопку просто вот так и так ладно давайте посмотрим уже дальше допустим игру на майнкрафт допустим робокс просто ну попробуем как у нас все будет вот допустим у меня пока еще не загрузилось но плохой интернет и программное обеспечение самого робокса поэтому как бы нам можно не беспокоиться дело это не в компьютере так вот я зашел в режим и можно в принципе вообще спокойненько играть вообще ничего не глючит даже красиво вот посмотрите на как выглядит то есть все очень неплохо вообще неплохо допустим у нас есть машины допустим вот вот самая крутая вот спокойно все все спокойно проигрывается так и давайте запустим что-то следующее я предлагаю запустить музыку homo fm 28 максимум homo fm вот самый первый допускаем и попробуем наш звук это что эквайзер или как он там называется стоит на музыку давайте послушаем послушаем ну заходить ну как бы типа ну за него играет очень ну хорошо ну в принципе не знаю мне кажется день с урока в принципе на такой вот способность честно на ближ близко не каждый и на компьютере поэтому в принципе это радует давайте запустим paint 3d в принципе откроем что-то где paint 3d paint 3d откроем допустим вот какой-то из файлов открываем в принципе это просто это нормально потому что там объект и это так угрызит всегда поэтому вам ставлю на паузу ладно ну пока здесь на паузу я вам говорил что сам отдельно расскажу про разъемы и вот здесь у нас есть вот вот этот с USB или я забыл назвать этот вход который сейчас в последних андромах HDMI потом ну тоже USB порт для зарядки наушники вот тут и с другой стороны сейчас вам покажу здесь еще один USB и вход для карты памяти вот такой USB вот он так и у нас уже загрузился наш проект давайте посмотрим что здесь в принципе вроде бы прогрузилось на нормальное потому что 3D объекты 3D view так ну вот в принципе это то что я ну когда-то там насоздал можно например посреди вот Xbox One X ну потому что не было на CSS ноутбук Microsoft башни из Minecraft и две машины из Forza храйзин ну вот в принципе все нормально прогружает как быстро не быстро а как обычно ладно давайте запустим Xbox запустим и потом еще одну лего игру последняя свежесть и потом чтоб что и он был фреймпанс ультимейт так и бесплатный геймпасс я получил просто отлично это если что мы на бета-версии показывать отлично я получил геймпасс что мы можем байра кстати на скоро на выходит на консоли манкрафт джава и бедрок форзах райзен 4 5 потом холл инфинити и все как обычно вот это еще классная игра не спит и кстати а что там по пранбаунд но в общем нету баунда пока что 2 декабря выходит в общем все как обычно программа xbox геймпасс и принц просто там обычные игры ладно а теперь давайте запустим лего star wars skywalker сага то есть это на самом деле звездные войны которые вышли 22 года 5 апреля я думаю так вот все пропустить вот эта игра на принципе не тормозит на только на поддерживается на 30 fps продолжить игру и не знаю почему в принципе ну ладно пока нагрузится во 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 так вот минут появились и все очень красиво для звездных войны для лего игр посмотрите на отражение и как все в принципе на этом на компьютере я теперь значит он даже на поближе сделаю так ну вот у нас есть R2 D2 вроде бы вот так назовут и в принципе все ну очень красиво посмотрите на отражение меча Ну, как она тут выглядит И снег Да, это мы в снежной пещере И все выглядит, мне кажется, очень даже так неплохо Вот тоже отражение Светово-мечанное Р2, Д2 Вот Разобьем объекты Вот монетки В общем, все выглядит просто идеально Давайте даже чуть-чуть поиграем Ну, хотя В принципе Выйдем Потому что я вам покажу Сейчас кое-что удивительное Кое-что И правда удивительное Все, ну, потому что Вот этот компьютер на третьем Райзене Которого На памяти 8 оперативки Это достаточно Ну, все равно, конечно, он хороший на ноутбук Но он такой не подтянет Но сейчас оно так же, что нет Потому что Это я все говорил О фарзах Разные четыре Да, это демо-версия Еще оно будет на сообщении Сейчас его нету Потому что я убрал Что Эта игра не поддерживается на вашем компьютере Нужно просто можно нажать Игнор Вот, да Игнор Все Вот Я снова напишу Вот, да Звук Уже будет плохой Но сама игра Работает Да Крафика Самая ужасная Не самая Но пресс Самая ужасная Ну, все же Это как бы Ноутбук Без видеокарты И сейчас Звук Во время игры Будет на плохой Но я вас удивлю Что Он их запустит И даже я Ну, пройду на начало Потому что В нем можно играть Ну, вы слышите звук Я думаю Микрофон Кого-то Все Отлично Звук Хромающий Молодец Я нажимаю Enter Все работает Да Это Это Нормально Сейчас Загрузка Имя Кто я? Кто я, по-твоему? Кто я, по-твоему? Я, по-вашему? Эм Эм Нет Я, по-вашему? Хэмстер Yes Континью Оптимизация Невероятно Быстро Что Меня Удивляет Эм Да Это Видно Ну, как Друзья Это Демо-версия В принципе Она Просто Что-то Ну, попробовать На вашем Компьютере Идет И потом Уже Купить Настоящую Версию Также Вот эта кнопка Это Выключение Если вы Ну, как-то Плохо Смотрели То Это Кнопка Выключения Звук Громад Но В наушниках Я пробовал Такого Нету Давайте Начнем Неудобно Может Что Уже Ну Почти Всем Стало Интересно Новое Начало Так И Она Работает Вы Сами Видите Что Я Ежу Да Она Чуть Нетормозить Неудобно Но Она Работает И Нормально Звук Чуть Промает Но Вот Сейчас Идет Музыка Она Идет Нормально От Ноутбука В котором Нету Видеокарты И Цены О нем Будут На самом На конце Это Вообще Все В принципе Я думаю Даже Окей Учитывая Все Что Тянет Это Мы Просто Удивительно На самом Деле И Вот Сейчас У нас У нас Утум Что В природе Осень А Я Вылетаю С трассы И Вот И Сейчас У нас Будет Как правило После Осени Идет Лето Точнее Зима Вот Мы Погружаемся На чем Мы будем В этот раз Была Маклантином 2018 Года 2018 И Сейчас Какой-то У нас Звук Льда И деревья Лучше Это Интересно Или Неприста Не деревья Ладно Это Какой-то РЗН Рокстар Это Наклейка Реклама Я Не знаю В принципе Это Марка Она Какая-то Неизвестная РРР Да Я Приехал Чекпоинт И Демо Вершия Не Сохраняется Ровно Поэтому Я Начал Сначала Я Начинал И Оставил Обязательно Для Видео То есть Оно Тянет Да Графика Смотрится Не Очень Но Как бы Она И Не Самая Ужасная Она Не Выглядит Ну Так Как В Мобильных Играх Близко Не Так Вот Так И Что-то На Форзу Долговато Месяца Шесть Не И И И Еще На Не Собираюсь Обзоры Делать Поэтому Как Бы Так 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 Вот Я Подъезжаю Сюда Не Пропускаю Чекпоинт И Тут Снова Не Пропускаю Проезжаю Через Незамороженное Озеро Пытаюсь Сбить Столбы Но У меня Этого Не Получается Сделать Пропускаю После Зимы У нас И Дет Спринг Что В Переводе Весна И Сейчас Будет Именно Так Дет Максимально Улучшенный Вентилятор Сейчас Чуть Затормозило Для этого я и врезался Потому что я когда заехала в воду Все Тебе нормально На вентиляторе Тут Чуть Ну Побольше У машины Чем В компьютере Потому что-то Они Не Не Пыли Ну Как-то Не Очень Ну Как-то Нелогично Так Дальше Все Мы Проним Через Лужу Где У нас Все Тормозит Следующий Чекпоинт Это Потом Проезжаем Еще Один Чекпоинт И Сейчас Мы Въезжаем Не Знаю Это Не Дамба Надо Не Знаю Как Это Назвать В Какую Тут Копальню Где Копали Камни И Проезжаем Ау Было Неприятно Въезжаем Сюда Проезжаем Тут Все Так И Дальше Мы Движемся 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 В сторону Движемся 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 Все, сейчас будет такое... А, нет, Summer, где-то написано. Да, а люди говорят, как роботы. Но самое интересное, нужно, чтобы музыка идет нормально. Так, и поехали. Ой, это пейс-твел. Так, ну хорошо. Просто вот тут сейчас докатаемся. О, и там вот эта вот подушка, с которой мы в игре еще подгонялись. Так, поворот. Говорят, люди, ну, на улицах, но их не так уж и много. Так, ну ладно. Трактор, трактор там был. Прочем, даже, наконец, мы направимся к фестивалю. Теперь проезжаем, и едем дальше. Широн здесь. Это плохо, Фирон. Я просто не хотел ударить машины. Почему я не хотел? Сам я знаю. Поехали. Прям ударим. Вот, все. Вот, отличная беда. Так, обвиняем на амборгини. И... И... И перед этим, ну, опущен на финальная линия. Так, а Сан-Мартин. Это, ну, фейс-вайпинг какой-то лучше. Бугатти Широн. Ой... Ну, ладно. Ладно, вот мы и про форту. Удивительно, что она работает. И сейчас вам расскажу о ценах этого нового компьютера. И мы заканчиваем это видео. Так, что сейчас начинаем. Так, и давайте сейчас мы посмотрим на цены. Зайду в браузер. Теперь... Где я попал? Теперь... Ай... Диа... Па-3. Ну, а не по-3. Ай... Теперь ищем мой 14. Райзен 7 это... Райзен 5. О, Райзен 7 это что-то там. Кор... Ай, не... Райзен 5. Райзен 3 у меня. Вот это нам на перевод. 8 гигабайт баран. Вот это перевод. Вот это... Вот это перевод. 8 гигабайт баран. Вот это мне нравится. Так, хорошо. Все, я нашел. Тут, правда... Эм... С этими... С клавишами. Но которые... Эм... Где цифры? Вот, да. Это чуть-чуть на побольше экран. И посмотрим на него цены. На него цена 549 евро. В принципе, эм... Мой стоил там чуть-чуть 370. Что такое? Так, ну давайте... Послушайте, что здесь напишет. Windows S. На него уже убрал. Веб-камеру, чтобы название никто и не наблюдал. Эм... Меньше, например, с отражением светом и жирным печатлением на пальцах. Да, это вот на тоже. Правда, вот тут у меня есть. Такое. И... Ммм... Так, потом... С процессором AMD Ryzen 3 немного зазначено медное. Но я вообще так не читаю. Например, хотя бы... Фронт 5. Типа, что на форзан запустилось. Это ну как бы... Ну... Типа... Мало... И подсветки на клавиатуры здесь нет. Вот это да. То есть... Эм... Давайте... Ну, по-моему, всех минусов. Это... Ну, то, что... Экран вбивается в ноги. То, что... Эм... Ну, что еще было их... Наверное, на память... То есть, на 56... Да, но на комплекте надо оборудовать и побольше. Так что это не минус. Минус, в принципе, на подсветка, да. И, в принципе, ну, как бы все. Я, вроде бы, забыл еще один, но это и к лучшему. Ну, потому что в нем все оно хорошо. И спасибо вам за просмотр. Я бы... Ну, был снимать еще видео. Подписывайтесь на телеграм. Ссылка в описании. И подписывайтесь на ютуб-канал. Я очень понравился на этом видео. И скоро будет у меня еще видео. Всем спасибо большое за просмотр. До свидания.